Друзья, наша линия сегодня завела нас прямиком в вечерний эфир на теле-радиоканале Страна ФМ. И как всегда, сегодня у нас будет очень-очень ярко и жарко, но и музыкально, естественно, да, не без этого. И сегодня, как всегда, в этой студии Маш Новая, Майк Войс, ну и гость, сегодня гостья, очаровательная, замечательная актриса театра и кино, звезда сериала «Девчонки», ведущая Пауна, а еще и певица с недавних пор Анастасия Денисова. Здесь хочется сказать... Всем привет! Хочется сказать, девчонки, ой, посидим, поговорим, девчонки, ну, давайте. Настя, ну все же тебя знают, вот от этой роли Пауны и так далее. Расскажи, как вообще ты к ней пришла? Было ли сложно попасть в этот проект сериала «Девчонки» или нет? Конечно, сложно. Это подарок судьбы в моей жизни, это невероятная удача, это огромное счастье, что я туда вообще попала. Это все было очень сложно, и нам не хватит ни одного из пира, чтобы я вам рассказала всю свою жизнь до того. То есть моя жизнь реально разделилась до девчонок и после девчонок. Потому что после окончания театрального института я работала в офисе, я работала в строительной компании, я была реально секретаршей, я была реально помощником первого вице-президента очень крупной компании. Вот это да, слушай, история. Да, поэтому все в нашей жизни происходит не просто так. И уже когда я, ну, уже подумала, ну все, буду бизнес свой строить, у меня уже планы были, мне вдруг пришел вот этот звонок. Хотя меня нигде не было, меня нигде не могли найти, ну, то есть вот так вот. Анастасия, я тебя слушаю, вот просто как будто бы рассказываешь про меня. Мне точно такая же история. Да, только у нас этого мальчика называется «Протокол». Сотрудник службы протокола. То есть то же самое, только когда делает мальчик, когда большое лицо, большая компо... Да, 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 да. Секретар. Да, секретар, секретар, нет. Секретар мужчин. Нет, 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 секретар это то, что дома, а вот служба протокола это то, что вот там. Ну, видишь, как здорово. Ну, в общем, короче говоря, Павлана это моя очень большая любовь. И так же, как ее полюбил народ, и я ее очень люблю. Наверное, это вот взаимно, потому что вот любовь. Ну, получается, абсолютно попала наверняка в твой какой-то личный еще образ, темперамент и так далее. Да, да, и вот все как-то так сложилось. Вот судьба. И как говорит моя мама, вот если что-то твое, оно тебе и на печке найдет. Да, вот это правда. Вот сколько ты ни пытайся, ни бейся во все стены, двери, я не знаю, не сшибайся на своем пути. Вот как только я все отпустила, вот совсем. Потому что я, конечно же, горевала. Настя, я под каждым словом, я просто слышу, я под каждым словом подписываюсь. Я страдала долго. Это было очень тяжело, но когда я поняла, что я, в принципе, вообще и так прикольный человек без актерской профессии, оно мне, а нет, не совсем-то еще реализовалось. И вот мы сняли шестой сезон, и мы ждем его. Мы ждем с нетерпением. Как мы его ждем. Обязательно смотрите. Это такое прям долгожданное, выстраданное, вот во всех смыслах. Ну, когда премьера уже известно? Ну, мы очень хотим, чтобы она случилась осенью. Друзья, осенью обязательно, да, смотрите телевизоры. Вы знаете, какой канал включает, конечно. Да, новости за девчонок. Ну, смотри, ты на самом деле вообще героиня, потому что ради этой роли ты поправилась на 10 килограмм. Как ты не впала вообще в депрессию, в апатию после этого события? Ну, что ж, не впала. Всякое у меня было, всякое было. Еще я скажу больше, что перед тем, как попасть на этот кастинг, я как раз только похудела. О, нет. Вот это было. Жесть вообще. Я такая, ну, то есть я не скажу, что я после родов, да, у меня сыну 13 лет, я, ну, уже никогда не была такой, как была до. Потому что я-то была вообще 45 килограмм от природы. Обалдеть. Да, ну, вообще была такая девочка-девочка. И, конечно, у меня фигура полностью поменялась. И, ну, я, конечно, не совсем вот к 45 килограммам, но в комфортный пришла вес. И тут мне говорят, что-то, ну, вот какая-то она недостаточно толстенькая, что-то она вот недостаточно, какая-то она у вас слишком красивая, мне начали говорить, недостаточно полненькая. А были сомнения перед принятием решения о том, что да, надо вот это, что называется, наесть, может, и не нужно наедать? Знаешь, сколько у меня было сомнений? Сколько? Да. Сколько? Да, много. 30 секунд. 30 секунд. 30 секунд. Мне когда спросили, прости, пожалуйста, вот тут такая как бы, а вот ты не могла бы. Да. Все. Готово. У меня не было вообще никаких сомнений. Это вот если мне сейчас скажут, там, какую-то гениальную роль, я не знаю, какую-то роль мечты на лосо побриться, вообще не вопрос. Ну, надо, если это обусловлено персонажа. Я тоже готов на лоб на лосо ради роли побриться, вообще не вопрос. Нет, ну, правда, но если это персонаж, и он такой, ну, значит, я должна это сделать, я намного готова, кроме, наверное, ну, я просто не вижу себя в какой-то очень откровенной, так сказать, сцене, ну, просто я, ну, есть актрисы, у которых фигура лучше. Ну, а если бы тебе предложили сняться в фильме «50 оттенков серого», ты что, бы отказалась, что ли? Ну, давайте начнем с того, что мне бы не предложили. А кто знает, давайте будем зарекаться. Вот сейчас в данном моем, как бы, вот, не знаю, вот, весе, да, и виде, я думаю, что не предложили бы, но если бы я там, допустим, не знаю, нет, вряд ли, это немножко прийти к моим каким-то морально-этическим все-таки принципам, красиво снять какое-то, да, тело, там, со спины какой-то, я знаю, у меня муж бы красиво снял. Да, кстати, у Настя муж-оператор, для тех, кто не знает, очень талантливый, да, и сегодня о его роли в новом фильме мы обязательно поговорим, да. Вот, поэтому тут, как бы, ну, мне, честно признаться, нечем, как бы, похвастаться в плане обнаженки. Так, интересно. И потом, это все-таки личное, это все-таки для мужа, для своих. Дорогие друзья, вы знаете, что здесь происходит? Здесь сижу единственный мужчина, я, мы уже минуту обсуждаем женские тела, которые рядом со мной. Маша и Настя, ну, они просто набиваются на комплимент, я не могу не сказать своим вот коллегам, мои коллеги Маши, мои коллеги сегодня, Анастасии, девчонки, ну, вы замечали, у вас отличная фигура, все классно. Ну, так и все, и пусть она останется для любимого. Настя, ну, у меня вопрос, скажи, ну, были какие-нибудь самые вот безрассудные вот случаи в твоей актерской карьере? Ну, что-нибудь такое, прямо за что, может быть, тебе даже стыдно немножечко сейчас? Я, вот, когда мне такие вопросы, было просто столько всего, что я вот так вот с кардачка поговорила, я и не вспомню, я и со шкафа падала, и в джакузи купалась с разными мужчинами, это я про Рома пропал, но говорю, и со свиньями я ехала, это, кстати, чуть спойлер нового сезона, вот, ну, чего только не было. И целовалась-то я в один день со всеми, и вообще, а, ну, и какая-то все равно, были откровенные немножко, ну, прям не совсем, потому что у нас еще формат все-таки, надо понимать, да, возрастную категорию. 16 плюс, я так понимаю. Да, 16 плюс, вот, но было очень много всего, я не скажу, что мне прям за что-то стыдно, знаете, стыдно, как за что? Когда видно. Нет, нет, стыдно. Молодец, Маша, что в голове, то на языке. Нет, нет, вот когда сцена не получилась по какой-то причине, вот бывает усталость, вот тогда стыдно, ты смотришь, когда по телевизору эту сцену, и вспоминаешь, вот у меня тогда голова болела. Могла бы лучше, да, вот в этом плане. А никого это не волнует, пусть ты даже умирала в этот момент, а должна быть. Понимаете, вот это бывает стыдно. Мне кажется, вот именно с этими эмоциями ты отметила свой день рождения. Кстати, мы тебя поздравляем с наступившим. Да, спасибо, спасибо. С дождем я. Как отметила, кстати, как отметила? Это было феерическое вообще мероприятие, тоже полностью мной продуманное, придуманное, подготовленное. Каждый год я зарекаю, что это был последний раз, и никогда больше я за это не возьмусь, потому что ну это такая нервотрепка вообще. Настя, вот об этой нервотрепке дни рождения совсем скоро продолжим. Да, давайте сейчас немножечко зарядимся с вами положительными эмоциями. Дима Билан, слышишь, чувствуешь его? Это он. Вот он пошел, Билан пошел. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях Анастасия и Денисова, у нас сегодня девчонки, настоящие девчонки, точнее одна из них. Ну и, конечно же, вторая девчонка моя. Это самая большая. Майк-пайс также снова здесь, снова с вами. Ну что ж, мы остановились. Да, мы, кстати, мы остановились на твоем дне рождения. Мы не будем говорить, сколько тебе исполнилось, потому что тебе всегда 15 лет. Да, мне все время 17, я там зависла. Окей, 17. Как ты ответила, кто был, что было? Это было грандиозное мероприятие. Моя цель была, во-первых, день рождения только у меня в этот же день. Мама родила меня в свой день рождения. День рождения моей мамы. Обалдеть. То есть, кстати, с самого детства у нас всегда это был прям, ну вот, день дней. Вот такой вот самый... Как зовут маму? Давай, Денис. Мама Елена. Большой привет. Лена, просто Лена. Лена Денисова. Пользуйся, очень красивый привет. Огромный привет. Мамочки моей любимой, огромный привет и поздравления еще раз. Все это, мамочка, для тебя. Вот. Еще я вышла замуж в этот же день, два года назад. Да, я решила, знаете, вот не платить эти праздники. Настя, мне кажется, у тебя второе образование бухгалтерское. Ты сокращала просто расходы, вот эти резные концы, как сейчас модно говорит. Ну, вообще, я подумываю о том, чтобы стать продюсером. Да, и считать деньги. Вот. И плюс к этому я решила организовать премьеру на большом экране с хорошим звуком своего первого музыкального видео на песню. Тоже первую, вот. Поэтому это было страшное волнение. Я очень хотела, чтобы были мои близкие. Знаешь, вот задача была, чтобы... Почему на большом экране? Чтобы вот как бы как в кинотеатре в едином порыве, или как вот в театре, да, на сцене. Так. Вот эту общую энергетику, чтобы люди смогли разделить это вместе со мной. Да, вот эту вот остроту первого показа, остроту вот эту вот. К сожалению, конечно, не все, кто хотелось, могли прийти. И, там, мой брат, он был в командировке, которую никак не могли отменить. Но вот все равно было много народу. Была мамочка, был мой муж, мои детки, вот. И были еще мои ученики. О, об этом поподробнее, да. Ты преподаешь. Да, я стала педагогом по актерскому мастерству. Об этом знают тоже вот и мои подписчики. Знают, ну, пока не очень много народу, но мы пытаемся сейчас всем об этом рассказать. Подожди, у тебя какая-то своя школа, курсы, или ты примкнула к какой-то организации? Я примкнула к вновь открывшейся студии «Муха Мьюзик». Это очень молодые и талантливые ребята, у которых большой опыт был в других организациях. Вот решили свое дело открыть. И для меня это была, конечно, огромная честь. И я страшно волновалась. Я говорю, Светлура, ты уверена? Да тебя же так любят дети, ты справишься. Конечно. А как с чего начать, куда вообще? И вот мы выпустили, вот буквально в это воскресенье, у нас был отчетный концерт. Это было потрясающе. У меня очень талантливые дети. Настя, ты тоже его срежиссировала? То есть у тебя есть привычка все режиссировать? Ну, ты режиссер, мы это знаем. Ну, организовала даже скорее, да? Да, да, ну, эту студию не я, конечно, организовала. Но свой авторский курс ты же сама разработала, правильно? Ну, да, да, я решила, ну, взять пока на один год и посмотреть, как пойдет. То есть я же сказала, что не то, что это будет прям моим делом жизни, ну, вот меня тянуло к этому очень давно. Вот, короче говоря... А сколько времени у нас длится этот курс? Это целый год или несколько месяцев? Да, ну, это учебный год. Получается, мы с сентября стартовали, и вот мы сейчас еще в июне будем тоже заниматься. У меня есть... Я... После того, как мы провели этот день рождения, потом отчетный концерт, а еще мы сняли с ними очень трогательное видео, посвященное 9 мая. Это прям была моя мечта самостоятельно это сделать. Они, конечно, раскрылись за этот год. Вот, понимаете, когда приходят просто вот нулевые детки, которые вообще нигде не занимались. Чистый лист. И ты видишь за несколько месяцев, как они превращаются в артистов. Это у меня прям мурашки бегают. Так, Настя, вот сейчас наши телезрители, радиослушатели, очень заинтригованы. Куда же вести детей? Как это правильно сделать? Муха-мьюзик. Вот. И мы на этом не останавливаемся. Я думаю, что я буду еще и еще искать какие-то... В разных местах будешь приходовать. Меня ждут, да, в разных городах России. Мне пишут окна. С мастер-классами. Да, с мастер-классами. Приезжайте, пожалуйста. И поэтому у меня есть несколько уже авторских мастер-классов. Круто. Я знаю, о чем говорить. И, пожалуйста, приглашайте. Я готова, я открыт. И мне это самой очень интересно. Ну, вот мы и приглашаем, друзья. Да, да. Ну, с тобой можно связаться. Я думаю, что сейчас через социальные сети по мне это можно сделать. Как найти тебя в Инстаграм? К сожалению, у меня очень длинный ник. Анастасия Денисова фильм. Но все-таки я же актриса, поэтому фильм. Вот. Ну, я там просто и по-русски, если написать Анастасия Денисова, я там выпадаю. Отдайте первое. Друзья, а я прорекламирую наш Инстаграм, страна.фм. Заходите туда. Да, и под фотографией Насты Денисовой обязательно оставляйте свои вопросы. Самое интересное мы с Мишкой зачитаем в прямом эфире. Обязательно. Поэтому, да, поторопитесь. Ну, вот, собственно, мы подобрались к самому главному событию, ради которого мы вообще сегодня здесь и собрались. Как сама сказала, ты презентовала свою новую работу и песню, и клип на своем как раз-таки дне рождения. Я знаю, что эта работа имеет для тебя какое-то такое очень важное значение. И похальное значение, и похальное, да. Ну, во-первых, это первый клип и песня. Да, во-первых, это не просто песня какая-то. Эту песню написал мой папа. Вот. Мой классный, мой любимый папа. Когда? Как давно он написал ее? Он написал ее больше 30 лет назад, когда родился мой старший, самый старший брат. То есть это песня, выдержанная временем, знаешь, как хорошее вино. Она стала лучше со временем, и вот как раз-таки созрела. Да, и я, наверное, скажу сейчас. Главное, что в этой песне есть строчка, может быть, песни эти дети за нас споют. И вот, к сожалению, папы уже с нами здесь, на земле, нет. Но вот этот завет, я его исполнила, и это моя большая мечта длиною целую жизнь. Вот сколько я себя помню, я очень... Мы хотели вместе это сделать, ну, не случилось. Не случилось, но сейчас эта песня будет звучать, его имя будут знать, его музыку будут слышать. Я очень счастлива и невероятно волнуюсь. Вот, ну, я просто хочу, чтобы как можно больше людей это услышали и увидели. И, ну, там заложена целая вселенная в этой песне. Настя, по поводу «услышали» все ясно. А вот по поводу «увидели» видеоряд кто делал? Да, видеоряд. Мой любимый муж, он поддержал меня, как говорится, во всех моих безумиях. Это первый человек, который рядом со мной, я его невероятно люблю и благодарна, он все это терпит. И говорит, нет, подожди, я хочу вот так вот. А нет, давай вот так вот. И он спокойно, покорно выполняет все, потому что он знает, как для меня это важно. Потому что если я не занимаюсь творчеством, я не живу. Ей нужно постоянно что-то делать. Я вижу его глаза. В общем, он у меня... Вы команды! Мы все заинтересованы. Мы все заинтересованы. Обязательно сегодня увидим эту песню. Ну что ж. И услышим. Давайте сейчас прервемся на небольшую музыкальную. Давайте. А теперь вернемся. Друзья, вечерний эфир продолжается. Здесь Майк Войс, Машинова и потрясающие гости. Сегодня звезда сериал девчонки Анастасия Денисова. Но мы собрались с вами сегодня по другому поводу. Настенька теперь выпустила свой первый дебютный клип и песни, про которую мы как раз-таки говорим. Называется, кстати, «Дом». Да, называется дом. Очень долго я думала, как ее назвать. И очень длинное название получилось, мы новый дом построим. И, конечно, второе название будет это, в скобочках. Но все-таки дом – это такое что-то очень теплое, что-то очень такое настоящее, уютное. Поэтому мы решили оставить дом, потому что песня, конечно, о любви, конечно, о семье, о детях, о музыке, о мечтах, обо всем на свете. Я, конечно, понимаю, что это мой первый опыт. Я только учусь. Да, я в музыкальной сфере, я закончила музыкальную школу, я профессиональная певица. Опыт-то у себя уже богатый достаточно. Да, очень большой, на самом деле, опыт. Но именно вот в плане выпустить песню, весь этот продакшн, от самого начала, от создания, потому что папа не был музыкантом, даже нот не было, вообще была только одна единственная запись. Подожди, он текст написал, а музыку? Аккорды и мелодию придумал. А, и мелодию тоже придумал, да, да. То есть он все вместе сделал, понятно. А вы уже аранжировали сейчас, да? Да, да. Это все я вот с нуля разбиралась, как это делается. То есть ты продюсировала полностью все, от и до. Весь продакшн. Это полностью мой продакшн. И режиссировала клип. И режиссировала клип. Который мы как раз-таки, друзья, наши зрители и слушатели, сейчас увидим и услышим. Но я предлагаю сейчас уже не томить наших зрителей. Давайте, да, уже смотрите, у меня все сердце выпрыгнет. А потом мы продолжим. Поэтому все, внимание, как говорится, на экран. Погнали, смотрим! Мы новый дом построим, мы в нем рояль настроим. Пусть к нам приходят дети, слушают песни. Эти пусть громких слов не слышат, воздухом мира дышат. Мы им дадим свободу, мы их благословим. Пусть сапоги все снимут, пусть все шинели спросят. Пусть пропоют молитву солнечным днем. И спросят, сколько нам притворяться, камнем в других бросаться. Мы будем жить все в мире, братьев своих любить. Но если мы до конца не поймем, что мы хотим и о чем мы поем, Будем всю жизнь скитаться, думать и ошибаться. Что ж, мы пропадем. Мы новый мир, построим дверь и его откроем. Может быть, кто-то снова будет лишать нас слово. Мы этот мир оставим памятник свой, поставим. Может быть, песни эти дети за нас споют. Но если мы до конца не поймем, Что мы хотим и о чем мы поем, Будем всю жизнь скитаться, думать и ошибаться. Да что ж, мы пропадем. Субтитры создавал DimaTorzok Мы новый дом построим, мы в нем рояль настроим. Пусть к нам приходят дети, слушают песни. Эти пусть громких слов не слышат воздуха мира дышат. Мы их благословим. Мы новый дом построим, мы в нем рояль настроим. Пусть к нам приходят дети, слушают песни. Эти пусть громких слов не слышат воздуха мира дышат. Дорогие друзья, пока вы вытеряете слезы, после этого трогательного момента я расскажу, что же здесь происходило в нашем вечернем эфире. У нас была премьера песни. И клипа заодно от Насти Денисовой. Настя, скажи, пожалуйста, какие эмоции? Вот сейчас все это произошло. Какие у тебя эмоции? Ой, вы знаете, ну я на самом деле сейчас прям, я очень сильно разволновалась. Я еще из-за того, что все это делала, я, конечно, вижу, и всегда нет предела совершенства, понимаете, да? Ну я прям так хотела вот отрешенно попытаться просто получить удовольствие. Мне кажется, получилось. Значит, ну отличный клип, опять ты набиваешь на комплимент, да? Отличный клип, правда. И песни, и клип. Это, конечно, у нас есть идея прям почти кино снять эту песню. Вот. Но, к сожалению, и финансово, и, ну, и времени. Просто задумка такая глобальная. А это такое больше лирик-видео. Лирик-видео, да. Это такой видеоряд о том, это действительно снималось в параллель в студии, когда мы все это записывали. Да, я нашла самую лучшую студию. Ну, задача была сделать очень хороший звук, потому что папа, хоть и был самоучкой, да, музыкантом и не имел образования, он очень любил качественные инструменты, дорогие звуки, вот, пластинки. У него осталась очень большая коллекция у нас и барабана, и несколько видов электро- и бас-гитара. И у нас есть там рояль раритетный, все это осталось. Я понимаю, как для него это было важно. Поэтому звучит живая электро-гитара. Да, это такой немножечко стиль намешанный. Ну, папа как и тяжелый рок очень любил, там, да. Put some sugar on me. Вот такое вот мы включили. Готовится второй хит, готовится второй хит в альбом. Второй альбом уже готовится. А эта песня, это все-таки петлы такие, немножечко Борис Гребенщиков, вот он, да, это сам. Imagine all the people. Я не буду подхватывать, я не умею. И по мысли, это такое немножечко, да, и Майкл Джексон такой. We are the world, we are the people. То есть это вот такое, тут очень много всего в этой песне, такой намешанный стилей. Вот, поэтому задача была вот звук сделать максимально таким вот качественным и дорогим. Слушайте, друзья, те, кто к нам сейчас только что подключился, по-моему, просто убили двух зайцев сразу. Потому что они-то думали, что просто сегодня у нас интервью-эфир, а у нас еще и живой концерт. Маша, я только хочу сказать, ты понимаешь, что мы с тобой, Маша Новая, Майк Войс, мы только что присутствовали на первом сольнике Анастасии Денисовой. Здесь, на стране ЭФМ. Совершенно бесплатно, Виша. Вот это, свезло так свезло. Да, и для тех, кто думает, что я тут вдруг взяла и запелась, на самом деле я пою очень давно. Я начала учиться музыке в 7 лет, пошла в музыкальную школу, и честный признак, я вообще не умела петь. Но я так хотела. Но это в 7 лет было, ладно, сейчас-то уже все отлично. Я это вот так хотела, как, наверное, ничего на свете я не хотела никогда. У меня была вот такая детская, хочу и все. Я так, ме, 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 ме. И вот хор, который, собственно, участвовал в записи этой песни, в видео не попал этот кусочек, но там на финал. Но в полной версии вы обязательно его увидите. В полной версии, да. Это тот самый хор, это те самые руководители, в котором я начинала 17 лет назад. Скажи, вот тебе было 7 лет, сейчас ты всем рассказала, зачем ты сказала, сколько это было? Не, ну даже в Польше было, ну в этот хор я пошла попозже. 7 лет, скажи, ты говоришь, не умела петь, тебе было 7 лет. Да. А не было такого, чтобы тебе сказали, вот знаешь, какой-то хрестоматийный, вот этот вот вредный преподаватель, из вас ничего не выйдет, это вам не нужно. Нет. На самом деле в меня очень верила мама всегда, очень верила. И она, как бы я ни пела, ей все нравилось, и это придавало сил. А потом, я, знаете, увидела один раз солистку в хоре, не просто вот в хор весь этот, а солистку. И у нее такой богатый был глубокий голос, и это и стало основополагающим того, что я хочу стоять перед хором, я хочу быть солисткой, решила я. В общем, и вот к этому я... Маша уже что-то готовит, чтобы ты почувствовала себя солисткой еще раз. Долго. Ой, в общем, не знаю, что... Настя, у тебя сейчас будет возможность почувствовать себя солисткой, потому что я думаю, что, конечно же, одной песней ты ни в коем случае не ограничишься. Да, я хотела бы в этом сказать, да, чтобы все, я расправила крылья, да. Кстати, люди, комментарии, вот ты не боишься того, что, ах, и она запела, и так далее. Да, я про это и говорю. Мне это не страшно, потому что это очень классная песня. Я этого не боюсь, потому что песня сама дает мне силы верить в то, что все получилось и будет только дальше круче. Молодец. Миша, твоя любимая фраза. Как там, собаки лают, да, караван идет. Собаки лают, Настя, караван идет, не надо оглядываться. Да, я знаю, что я просто очень много в это вложила своей души, профессионализма, и работали действительно очень профессиональные люди. И твой муж в том числе, да, который снимал. Не сможет остаться каким-то незамеченным. Эта песня на века, она, да, она не войдет там в чарты. Ну, не будем загадывать, кто знает. Я имею в виду какой-то популярной музыки. Да, это не умца-умца, это не вот не то, чтобы звучать из каждого утюга. Это другое, такая область. Но послушай, это можно петь за столом, извини меня, вполне возможно. Такие песни живут долго. Это для всех, кто скучает, я не знаю, вот пусть все, кто вот скучает по своим родственникам, которых, ну, которых сейчас рядом нет. Вот это для них, вот этот, ну, не знаю, тут очень много всего. Настя, мы желаем тебе, естественно, да, 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 дальше, ты понимаешь, какую планку ты уже задрала, понимаешь, что тебе каждый следующий трек надо будет делать еще на голову выше, выше и так далее. А у меня уже есть идея, да, да, все, я уже развелась, закипела. Подожди, ты нам расскажешь о ней, или мы это пока немножечко придержим? Я расскажу идею, да. Ну, так расскажи, тогда чего? Да не надо же хамить, давай идею. Да, я тебе расскажу. Ну, в общем, так как я решила стартовать с этой песни, потому что она великая песня, правда, я без скромности об этом говорю, она просто великая. А дальше я понимаю, как я выгляжу, я понимаю свой некий образ, и все-таки, ну, Пална, это мой паровоз, и надо, я никогда про это не забуду, и я всегда буду с ней. И у меня родилась идея сделать такую композицию, в которой вот все эти стереотипы сломать и разбить о том, что да, я полненькая, но я крутая. И это такой спойлер, и вот будет такая песня, она будет очень веселая, она будет просто в противовес этой песне. Настя, я еще раз говорю, да ты крутая, что ж ты, да крутая ты, Настя. Настя, у меня вопрос, скажи, вот, чтобы закончить, наверное, вот эту музыкальную тему, это пока сингл. Будет второй, ты уже сказала, а будет ли альбом? Альбом-то будет ждать нам или нет? Ой, дай бог, я очень этого хочу, дай бог мне много работы, чтобы я могла вкладываться в музыку, и все, кто вот меня поздравлял с днем рождения, я всем много лет говорю, пожелайте мне любимой работы, оплачиваемой, и тогда у меня будет все, и все вокруг меня будут счастливы. Настя, работы тебе, самые любимые, побольше я оплачиваю, конечно. И будет много хорошей музыки, я обещаю. Да, друзья, мы не прощаемся, а совсем, да, еще больше хорошей музыки будет прямо сейчас, потому что наш вечерний эфир продолжается, да? Давай сейчас мы с тобой в этой же студии будем танцевать. А почему нет? Все песни у нас танцевальные, поэтому наши дорогие зрители и слушатели никуда не уходи. А мне можно? Все вновь у меня. Да, можно, можно. Да, сегодня у нас в гостях Анастасия Денисова, звезда сериала «Девчонки». Ура! Это о многом говорит, скоро вернемся. Друзья, конечно же, вы привыкли, что наш первый час, здесь первый час с гостем не обходится без игр. Маша, как всегда, готова, наш гость тоже готов, не готов, здесь только я, это старая добрая традиция, и я никогда не знаю, что здесь происходит, потому что кто-то должен Анастасии Денисовой сегодня помогать. Это буду я. Да, создать девчонки, но еще и, кстати, певица. Настя, вот ты сегодня пела у нас сегодня в прямом эфире, и нас с Мишей поразило. Спасибо. Поэтому наш сегодняшний конкурс тоже будет связан с песнями. Но плюс ты еще и актриса. Об этом мы тоже не забываем. И наверняка, когда ты поступала в... Где ты училась? В ГИДИСе, правильно? При поступлении вам надо было какие-то стихи читать? Да, безусловно. Обязательная программа, да? Безусловно, и стихи, и прозу. Помнишь, что ты читала? Честно признаться? Ну, правда, да. Помнишь или нет? Да, честно. Хотелось бы честно. У меня была... Сейчас про стихи не вспомню, но какие-то очень нежные были стихи. А про басню это про то, как медведь гнул дуги. О! Это все, что я помню за эту басню. Слушай, ну это репетиция сейчас хорошая. Медведь гнул дуги. Очень характерные роли. Вот сейчас и посмотрим. Да, смотри, сейчас я даю тебе тексты песен, которые реально сейчас существуют. Но, естественно, без музыки мы их прочтем сейчас как стихи. Ты должна догадаться, что это за песня и кто ее поет. Можешь читать абсолютно в разных жанрах, так чтобы мы тоже слышали, и наши зрители, может быть, тоже догадывались, что же это за песня, о какой идет речь. Так, кто будет сейчас еще раз читать? Ты сейчас зачитываешь четверостишья, да? Или сколько там? Да, первые, да? Или все? Не-не-не, первая часть только. Первая часть. И дальше ты высказываешь свои предположения, что это за песня. Так. Попробуем? Да, как стихи читай, да? Как стихи читай, да. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Ну, это простое, да? Все догадались, что это за песня. Прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальнего стелется и упирается прямо в небо. Это из-за чебурашки. И Ген, Ген, и Чебурашка. А песня... Голубой вагон. Голубой, правильно. Прости, господи. Да, да, да. Я нас не забыла. Давай следующая, поехали. Много городов у нас в России нету пальцев столько на ногах. С каждым годом все они красивее утопают в солнце и в снегах. Красиво, скажи, какой слог. Да, в Ростове шикарные плюхи, размером с большую печать. В Москве тебе нанюхать, в Челябинске лучше торчать. И это? Это Ленинград. И припевчик. И песня ВВВЛ. Нет? 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 Подожди. Это другая песня. Сейчас другая песня. А какая же это песня? А где можно что делать? Тут про города идет, перечисление городов. А в Питере пить. Легче, проще. Уже не кажется так бесконечно без тебя ночи. Хочешь? Мне наплевать, чего ты хочешь без меня. В моей вселенной ты был господин. И никого вокруг, только ты один. Но оказалось, ты не незаменим. Я открываю мир других мужчин. Угадала? Мало половин, мало половин. Настя, ты так смотрела в это время на меня, что я как-то все ближе-ближе начал наклоняться. И, конечно, это Олечка Пузова наша прекрасна. Кстати, это один из, я считаю, лучших треков. Серьезно, да? Я совершенно, я очень умножительно отношусь к ее творчеству. Я правда так считаю. Так. Ну все, давай тогда на этом и завершим. Потому что, я уверена, следующие треки, следующие хиты должны быть исключительно от тебя. Да, пусть они будут найти бумажку. Да, выпускай, приходи к нам обязательно еще в гости. А я напоминаю, что сегодня в вечернем эфире у Маши и Миш были очаровательные гости Анастасия Денисова. Звезда сериала «Девчонки». А теперь и певица, которая будет радовать нас своими новыми книгами. Спасибо тебе, Настя. Спасибо вам большое. Всем пока. Пока, друзья.